Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили чрезвычайные новости о семье народного артиста России Михаила Боярского и о работе антикоррупционного комитета. После четырех месяцев судебных разбирательств подходит к концу одно из самых громких уголовных дел за последний год против семьи Михаила Боярского. Уже через несколько дней сын народного артиста Сергей Боярский и внучка Михаила Сергеевича, 25-летняя Екатерина, услышат свой окончательный судебный приговор. По данным антикоррупционного комитета во главе с Никитой Михалковым и Генеральной прокуратурой Российской Федерации, за свои преступные деяния члены семьи Михаила Боярского могут получить до 15 лет лишения свободы. В частности, внучка и сын Михаила Сергеевича обвиняются по следующим направлениям. Сергей и Екатерина Боярские обвиняются в финансовом мошенничестве в особо крупном размере, а также в ведении незаконного коммерческого бизнеса на протяжении нескольких лет на территории Российской Федерации и ближнего зарубежья. К слову сказать, что наказание для внучки Михаила Боярского может быть более суровым, так как три месяца назад, находясь в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь на автомобиле, она сбила пешехода. Отметим, что на данный момент в семье народного артиста возник серьезный конфликт. Михаил Сергеевич практически отрекся от своего сына. Несколько месяцев назад Сергей Боярский не оказал финансовую помощь своей родной сестре, которая в тот момент тяжело болела. Ну и по традиции последние новости о работе антикоррупционного комитета. К сожалению, вчера в жизни Никиты Сергеевича Михалкова произошло большое несчастье. По заказу западных спецслужб был закрыт его видеоканал Бесогон ТВ. Однако начальник антикоррупционного комитета не унывает, и все зрители, которые смотрели данную передачу, могут увидеть теперь ее вновь на российских видеоплатформах. Желание вступить в организацию Никиты Михалкова высказали два известных артиста – Дмитрий Дюжев и Василий Ливанов. На данный момент их заявки находятся на этапе рассмотрения. Антикоррупционный комитет проводит проверку о деле известного актера Анатолия Руденко. Вчера у звезды сериала «Две судьбы» были обнаружены наркотики. За последние три месяца команда Никиты Михалкова, которая помогает простым людям и борется против преступности и коррупции, перечислила более 100 миллионов рублей на социальные выплаты и помощь семьям участников спецоперации.